Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. В моих руках Oppo A5s. Телефон относительно недорогой, когда я делаю на него обзор, продажи еще не начались, начнутся в самое ближайшее время. Телефон с неплохой батареей, чуть более 4000 мАч, это немало, с большим экраном, пусть и HD разрешением, с процессором от Mediatek, вы еще тут не отключайтесь. Я расскажу плюсы и минусы этого телефона. Здесь, например, хорошая селфи-камера и не очень хорошая основная. Но вывод сделайте сами, покупать его, не покупать, посмотрите обзор до конца и расскажу об этом телефоне все, что знаю. Итак, поехали! Начать стоит с внешнего вида. Корпус у телефона пластиковый и, с одной стороны, это, конечно, минус, многим пластиковые телефоны не нравятся. С другой стороны, он хотя бы, в отличие от стеклянных большинства телефонов реально лежит в руке очень плотно, очень хорошо, как и большинство, в принципе, пластиковых телефонов. Но есть в комплекте очень хороший бампер. Бампер один из лучших. Обычный силиконовый бампер, но он зато действительно защищает телефон, потому что одеть его сложно, снять его сложно, но защита телефона будет хорошая. Во время тестирования с бампером я как раз в основное время и ходил. По кнопкам все стандартно, в принципе, почти. Кнопка включения справа, кнопки громкости слева. Сверху у нас вообще ничего нету. Снизу у нас динамик на самом для меня неудобном месте, это когда держишь телефон, вот так его закрываешь. Но многие на это внимание не обращают, как я понял. Ну, понятно, стереозвука здесь нет. Динамик один, он обычный. Ничего такого нехорошего, неплохого сказать не могу. Звонок слышно и на том спасибо. Micro USB, еще, к сожалению, не Type-C, и разъем для наушников. По качеству звука звучит в наушниках неплохо, вполне себе неплохо. На мой взгляд, переизбыток высоких частот, но слушать можно, отторжение не вызывает. Но с другой стороны, современные телефоны все звучат уже вполне прилично, давно уже. С обратной стороны, сканер отпечатка пальцев и сдвоенный модуль камеры со вспышкой. Есть эффект боке, разумеется, и на основную, и на фронтальную камеру. Экран по технологии IPS, 6,2 дюйма, разрешение 1520 на 780. Это не много, это 271 пиксель на дюйм. Как напомню, на всякий случай, где-то 300 пикселей и выше, уже зерно неразличимо, по крайней мере, если телефон совсем не подносить близко к глазам. Не могу сказать, что он зернистый, но и не могу сказать, что экран прям супер. Но опять же, будем смотреть, за сколько его будут продавать и решать вам. Но могу сказать, что каких-то проблем экран не доставляет. Как раньше, там, не знаю, там лет 5-7 назад были такие крупные пиксельные телефоны, нормально. Но, конечно, плотность не такая высокая. То есть я вижу название вот фотоснимки, музыка. Если приклядываться, попридираться, то HD-разрешение это все-таки для 6,2 дюйма не очень много. Экран с защитным стеклом Gorilla Glass 3 закрыт. Есть вырез в форме капли. Он особо не мешает, и здесь телефон работает на Android 8.1, но его не видно. Здесь полностью оболочка своя. ColorOS. И могу сказать, что вырез просто так не скрыть, но зато можно зайти в специальное приложение. Так и написано, что скрыть верхнюю часть экрана. И, например, по умолчанию мы музыку или плеер или фотографии открываем, когда, то вырез мы видим. Но его можно поставить галочку, и в этом приложении экран будет просто обрезаться, как на большинстве телефонов и делается, которые также имеют вырез. Но это в любом случае лучше, чем огромная монобровь, которую еще недавно делали. Ну, есть и есть. Как вы поняли, в нем находится фронтальная камера и разговорный динамик. Что касается камер, о них расскажу сейчас поподробнее, потому что многие из нас фотографируют. Я, например, часто очень фотографирую детей, природу, не знаю, на отпуске, и камера для меня последние годы очень важна. Если по-простому сказать, то качество фотографий с основных камер мне показались довольно-таки средненькими. Также мне не очень понравилось качество видео. Опять же, вы можете меня проверить, посмотреть оригиналы, доступные по ссылке под этим видео. А вот что мне понравилось, это селфи-камера. Она здесь действительно очень достойная, фотографирует хорошо, есть улучшалка, но лучше ее отключать на самом деле, мне кажется, потому что она кожу сглаживает. Ну, вообще, качество хорошее. Можно сделать портретную снимку, и сзади также будет замыливать достаточно хорошо, контур лица виден. Поэтому по камерам могу сказать, основные камеры, да, кстати, еще в камере в основной есть хорошая фишка, она работает и на фото, и на видео. Мы можем двукратно приблизить картинку практически без потери качества. Эта фишка интересная, и для меня загадка, почему все ее не делают. Хорошая. Но, опять же, хотелось просто, чтобы камеры были сами по себе качеством повыше. Ну, то, что имеем. Поговорим о батарее телефона. Что касается батарейки, то тут у телефона полный порядок. 4230 мАч – это хороший, вполне себе аккумулятор, даже больше, чем у многих других игроков на рынке. Правда, по воспроизведению видео на максимальной яркости – 8 с небольшим часов. Это хороший реальный результат, но я почему-то ожидал еще большего. Но, в любом случае, это выше среднего. Если вы поставите сюда сим-карту, будете телефоном, ну, просто пользоваться как телефоном, совершать звонки, мессенджеры, фотографировать, слушать музыку. По моим ощущениям, ну, конечно, до вечера его точно хватит, даже при активном использовании. Кстати, слот здесь не совмещенный, а слот две сим-карты и карту памяти можно установить одновременно. Это, конечно, очень хорошо. Памяти встроенной 64 ГБ, оперативной 3 ГБ. Ну, и осталось рассказать вам о процессоре. Тут, на самом деле, все очень просто. Helio P35 по 12-нанометровой технологии построен. 84080, 9070, по-разному может немножко быть, набирает в тесте Antutu. Если мы говорим о самом процессоре, то все неплохо, но он не для тяжелых игр. Потому что у него 8 ядер, старшие ядра 4, 2 кластера по 4 ядра 2.3 ГГц и второй кластер 1.8. PowerWear – это видеоускоритель, но когда я запускал PUBG Mobile, конечно, вот PowerWear раньше хорошие видеоускорители были. Здесь GE8320. Ну, если вам это не важно, то игры, имею в виду, работать будет шустро, быстро. Никаких лагов, зависаний не будет. Странички интернета, браузер открывает, там, не знаю, приложение, все открывается хорошо. Но PUBG Mobile, короче, идет просто даже на плавных только. То, что если мы ставим даже баланс, даже HD-экран, то лаги просто, когда он с самолета уже летит, видны. Конечно, я не ожидал от Helio P35 такого. Я думаю, будет несколько лучше. Но это касается только тяжелых игр. Но, увы, ставить нужно просто прям ближе совсем к минимальным настройкам. И только тогда можно будет комфортно играть. Итог по этому телефону. Своя оболочка ColorOS, пару слов о ней, она не имеет меню приложений. Правда, можно поставить разные темы интересные, их выпускается достаточно много. С правой стороны есть небольшим, если свайпом делаем, попадая в меню быстрых приложений, что достаточно удобно. Сама оболочка, не могу сказать, что что-то в ней супер необычного я нашел. Конечно, есть всякие важные вещи, к которым мы привыкли. Это настройка цвета и температура экрана, например. Кому-то больше холодный, кому-то больше теплый цвет. Ночной режим есть. Интеллектуальные функции. Это кнопки навигации. Здесь у нас спряталась в этом разделе. Можно поменять местами. Либо можно жесты навигации сделать. Это тоже может быть кому-то удобной. Это та гибкость Android, которую мы, ну, по крайней мере, я хочу видеть. Жесты движения есть. Ответить на звонок, умный звонок, например, при поднесении к уху срабатывает. Полезно. То есть, не обижен телефон разными, скажем так, фишечками, которыми можно пользоваться, можно не пользоваться, но они есть, и это хорошо. Кстати, по навигации телефон, как и флагманские аппараты, имеет полный набор модулей навигации. Не только GPS, но и GLONASS и китайский Beido. Это хорошо. Что касается телефона, смотрите, модуля NFC здесь нет, если для вас это важно. То у меня такое некое двоякое чувство. С одной стороны, я вижу телефон с большими достаточно рамками, с большим снизу подбородком, полностью пластиковый, который ничем не блистает, кроме двух вещей, на мой взгляд. Это хорошее качество селфи. Опа, действительно, вот сколько я тестировал, у них селфи всегда хорошие. Кроме того, что у него батарейка выше среднего по рынку 4,230. Это, в принципе, если этот телефон будете брать, не знаю, как второй или как рабочий, то вам дня 2-3, по идее, может хватить запросто, не заряжая. Это хороший результат, сами знаете, для современных телефонов при использовании. А так, он как-то ничем не цепляет. Не могу выделить, кроме этих двух вещей, больше ничего. Возможно, вы со мной не согласитесь. Напишите свой короткий отзыв об этом телефоне. Может быть, я зря как-то попридирался к нему, но мне бы хотелось каких-то даже не фишек, а, может быть, процессор какой-то другой поставили. И сразу в моих глазах он вырос бы, что там папка идет, как вы пишете. Я, конечно, шучу, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. В целом, ничего. Покупать, не покупать, решать вам. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.